Здравствуйте, уважаемые зрители! Традиционно в конце года в Ульяновской области подводят итоги конкурса историографии и литературного творчества и проходят вручение премии «Шапка Мономаха». Конкурс был учрежден в 1997 году по инициативе журнала «Мономаха». В 2021 году гран-при конкурса «Шапка Мономаха» было присвоено журналисту, писателю, краеведу Геннадию Демочкину. Сегодня Геннадий Александрович у нас в студии. Здравствуйте, Геннадий Александрович! Я поздравляю вас, во-первых, с заслуженной наградой. Расскажите, с чего начиналась ваша творческая деятельность как писателя? Какая была первая книга, кому она была посвящена? Готовясь к встрече с вами, я как-то перелистал всю свою жизнь и вспомнил свои школьные годы, когда для меня кумиром был Павел Петрович Бажов, знаменитый уральский сказочник, мой земляк. Я ведь вырос на Урале. И мне очень запомнилась такая вот веха его биографии, когда он еще студентом ездил на велосипеде во время своих каникул по селам и записывал фольклор, что потом и легло в основу этих его знаменитых уральских сказок. Вот это вот мне запало, что человек ездит и спрашивает народ о чем-то интересном и записывает. Потом у нас в нашем городке, где я вырос, был такой известный краевед, инженер по образованию, это было его просто хобби, Алексей Николаевич Кожевников. Я вот, наблюдая за ним, дружа с ним, еще старшеклассником, видел, как вот человек может вести такую деятельность, переписываться с учеными Урала, сидеть в архивах, ездить в Свердловск, нынешний Екатеринбург, в архив, изучать историю места, где он живет, делать публикации в газетах, в журналах. Я увидел у него папки по темам в его шкафах, и вот это мне тоже запало, что вот как интересный человек живет, мне бы тоже так хотелось. Но я хотел поступать на исторический в Уральский университет, но в какой-то последний момент увидел объявление в школу юного журналиста, заочная школа юного журналиста, и как-то журналистика пересилила. Я тогда общественной работой занимался, в общем, мне это показалось как-то более живо. И вот получилось, что 20 лет по окончанию университета, я в Ульяновске по распределению, 20 лет отработал на разных журналистских работах, на телевидении, на радио, в газетах. И вот что мне помогло в дальнейшей моей работе, это работа радищика. Когда человек, радиожурналист, записывает человека на пленку, а потом расшифровывает его выступление, его прямую речь. Вот эти воспоминания людей, записанные на диктофон, легли в основу многих моих книг. То есть я постепенно пришел к выводу, что это очень важное дело записывать воспоминания очевидцев тех или иных событий. То есть это реальная история, записанная со слов. И этим я уже занимаюсь 20 лет, вышло уже 42 книги. А вот первая книга какая была? Ну вот прошло 20 лет журналистики, и вдруг по какому-то наитию, накануне крещения, ночью, когда мне не спалось, вдруг приходит такая мысль, надо написать книгу. А перед этим у меня был интересный опыт. Леонид Федорович Захарин, фронтовик, журналист, написал мемуары про войну, про послевоенное время. И скромно так отпечатал на машинке и скромно молчал о них. А мы с ним тогда плотно работали. Я говорю, Ле Федорович, у вас что-то есть? Он говорит, да, взял почитать и говорю, Ле Федорович, это надо печатать. Это был 2001 год, 2000 год, как раз юбилей Победы. Я с этой рукописью пошел к горячему, к тогдашнему губернатору Юрию Федоровичу. Потом к Эдуарду Александровичу Цейдлеру, директору фабрики «Элегант», а с фабрики «Горького», которая раньше называлась, Лев Федорович Захарин уходил на фронт. То есть они скинулись деньгами и издали вот эту книгу, которую считают одной из самых правдивых и самых интереснейших мемуаров вообще последних десятилетий. Вот появилась такая у меня практика, как бы я выступил редактором и продюсером этой книги. И я уже знал, как издают книжки. И когда у меня появилась мысль издавать книгу, то мой замысел первоначально такой довольно локальный, описать историю смены власти после «Горячего» к Шаманову, быстро стал разрастаться. И буквально за несколько месяцев возник замысел, такой грандиозный, можно сказать, описать историю Ульяновской области с 43-го года, с момента ее создания, по, наверное, 2004 год. Предполагается, что будет 12 томов, вот вышло уже 4 тома. Я описал период с 74-го по 2000-й год. Да, очень символично говорить накануне дня рождения области. Да, 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 да. У области нет до сих пор своей истории. Даже я скажу больше, у России нет своей истории. И работая вот над этим своим региональным проектом, я разработал проект для всей России. Пишем историю, народную историю. То есть я предложил, что этим занимаются все граждане России, начиная с детского сада. В детском саду пишется история детского сада, в школе история школы, в поселке история поселка, района, города, области. И таким образом, как ручейки, они собираются в большую реку, и мы пишем народную историю России. А куда это? Это уже объявлено, да? Это было объявлено 10 лет назад. Я писал письмо президенту Путину, президенту Медведеву. Все это спускалось в область сюда. Собирали совещания при губернаторе Морозове. Но так дальше дело и не пошло. Я предлагал вообще сделать Ульяновскую область таким пилотным регионом. Родина Карамзина. Мы продолжаем его дело. Пишем народную историю России. Это очень важно, писать подлинную историю нашей страны, потому что сейчас есть тенденция нехорошая. Историю как бы выправлять, вычищать, говорить, что мы должны гордиться своей славной историей. А история-то она всякая. И там есть и славные страницы, есть и страницы, которыми надо и не гордиться, а стыдиться. И надо все знать. Надо знать то, что происходило на нашей родине, где мы живем, и в нашей большой стране, где мы живем. И своими книгами я как бы даю пример того, как надо обращаться с наследием проживших жизнь людей, как надо собирать по крупицам их воспоминания, фиксировать их, потому что люди, к сожалению, стремительно уходят. Поколения, пережившие войну, как фронтовики, практически уже ушли. Теперь остались дети войны. Тоже вот очень интересный пласт. Вот тут я принес книжечку. В прошлый день победы месяца три я ходил в госпиталь ветеранов войны, записывал монологи детей войны. Тут есть один фронтовик, а остальные дети войны. Вот как они пережили весь их опыт по крупицам собран. Захотелось мне еще вот такой вот памятник детям войны оставить. Вот, например, еще одна книга. Рукопись русского солдата Николая Рискова, который прошел всю войну, потом угодил в ГУЛАГ на 25 лет. И только со смертью Сталина вышел оттуда. Он выжил. В 80-е годы стал писать рукопись практически в стол, потому что не надеялся на публикацию. Обжигающая правда. Вне всякой цензуры. Потом он умер, и его родственники передали эту рукопись мне. Я ее бережно отредактировал, издал на свои деньги, и она была выдвинута на заискание Нобелевской премии мира. Да. А вот еще одна книга. Вера Ивана Соловьева, фронтовичка из Димитровграда. Я с ней случайно познакомился. И когда я первый раз стал ее слушать, я понял, что это уже будет книга. Потому что она, учитель по образованию, с такими интересными подробностями рассказывала все это, весь свой путь. от того, как она в артиллерийском дивизионе в Ульяновске охраняла Ульяновский мост. И потом они дошли до Освенцима с боями, освобождали Освенцим. По этой книге поставлен спектакль на малой сцене Ульяновского драмтеатра. Книга называется «Вера и правда», а спектакль называется «Вера, надежда, любовь». Понятно. Кто не смотрел, да? Кто смотрел и почитает. Как вот надо бережно обращаться с историей, по крупицам собирать подлинную историю, стараться выслушать людей, которым есть что сказать, но которых, к сожалению, никто не слушает. Говорят, что с уходом, со смертью каждого старика сгорает целая библиотека. То есть люди уходят неуслышанными. Да, хотя бы у своих родителей спросить о своих же предках, это уже плюс. А вы, кстати, вот эту, цикл этих книг, кто является источником информации для вас? Здесь несколько источников информации. Вот этот метод «Онтология жизни», как я назвал весь этот свой книжный проект, он как родился? Вот смотрите, обычно мы берем учебник истории, он написан методом исторического очерка. То есть какой-то автор учебника много-много берет информации из разных источников, перерабатывает в своей голове и нам преподносят в виде исторического очерка и предлагает нам поверить тому, что он изложил. например, мемуары какого-то известного человека. Он пишет, как он это помнит. Это субъективизм вообще чистой воды, да? Там автор учебника тоже ему надо на слово поверить. тоже не всегда допустим, он может быть прав. Мемуарист это субъективизм чистой воды. Следующий, например, источник архивный документ. Архивные документы тоже не до конца можно верить, потому что архивы почищали периодически у нас. Потом заведомо какую-то слащавую приукрашенную информацию могли в этих официальных документах архивных заложить. Потом, как кто-то один хорошо сказал, что по-настоящему секретные документы в архивах не попадают. По-настоящему секретные документы. Это третий источник архивы. Затем дневники письма простых людей. Тоже чистый субъективизм, но как это интересно. Какая-нибудь девочка, которая писала в 1945 году свой дневник, как она встретила победу допустим в Ульяновске. Или что-то наподобие. Или письма. Хотя люди тоже в письмах не все писали, но это тоже хороший источник. Так вот, я в этих своих книгах больших как раз использовал все эти источники. И когда они использованы все вместе, то это создает какую-то максимальную объективность. Тут есть и воспоминания людей, и архивные документы, и письма, и дневники, и выдержки из газет тех лет. И все это в хронологическом порядке, небольшими кусочками, образует как бы реку времени, в которую погружается читатель, плывет по ней и проживает вместе со страной, с нашим городом, с конкретными людьми. Тот период, если это пожилой человек, тот период, который он тоже прожил, и он сравнивает с тем, что он помнит о том времени, что вот здесь написано. А молодому человеку это просто будет все совершенно внове, и он будет впитывать опыт прошедших поколений. Вот это самое главное. Общество должно поколение за поколением становиться мудрее и не совершать ошибок, которые совершили отцы и деды. Вы посвятили целую книгу одному руководителю Геннадию Васильевичу Колбину. Сейчас его фамилия звучит на экранах телевизора, связанных с событиями в Казахстане. Почему именно он был выбран героем такой одной книги? У меня руководителя началось со Скочилова. Анатолий Андреевич Скочилов в 16 лет руководил нашим регионом. Я его еще не застал. Он умер в 77-м и я приехал в Ульяновск в 80-м. Но разговоры о периоде Скочилова продолжаются до сих пор. И я когда в архиве новейшей истории стал смотреть документы Скочиловского времени, письма его в ЦК КПСС меня просто впечатлили. Насколько человек уверенно, грамотно, глубоко ставил проблемы региона перед Москвой и напористо их решал. Одно подготовка к столетию Ленина чего стоит. Целая революция была совершена. Книгу о Скочилове написал, потом книгу о Васильеве Владимире Петровиче, это председатель облазполкома, который бок о бок все эти годы проработал с Скочиловым два таких гиганта наших Ульяновских. Ну а дальше вот Геннадий Васильевич, вот-вот я уже застал. И мы даже были знакомы. То есть я к нему приходил на совещание, как тогда еще работал на областном радиотелевидении, руководил молодежной редакцией и вместе с членом бюро обкома на двух или трех встречах были в его кабинете. Но это конечно глыба, это по-настоящему большой государственный человек. А потом, когда он уже работал после Казахстана председателем комитета народного контроля СССР в Москве, не удалось попасть к нему на встречу. Мы с ним полтора часа беседовали, большое интервью записал. Ну и вот это вот ощущение и впечатление от встречи и общения с такой крупной личностью не давало мне покоя. И наконец это вылилось в большую книгу. Книга вышла и через некоторое время меня нашли родственники Геннадия Васильевича. Живет в Москве его дочка, живет внук со своими детьми. Я к ним приехал, записал еще воспоминания о его детстве, о его молодости. И как бы сейчас хотелось сделать дополненное издание этой книги. Но пока нет финансов. Да, как всегда. А вот все эти годы кто вас поддерживает? А вот эти книги это просто чудо какое-то. Ну вот я недавно писал тут, что 20 лет же прошло как антология жизни появилась. Первым, кто мне помог это Исаак Павлович Гринберг, ульяновский предприниматель, профессор. Алексей Гордеевич Рыжевский. И очень хорошо помог Сергей Николаевич Рябухин. Тогда он уже работал в Москве, уехал отсюда, но мы с ним были в очень хороших отношениях, сотрудничали, и он помог мне издать первые две вот этих больших книги. Ну а дальше мне очень хорошо помогало руководство технического университета, ректор тогдашний Александр Дмитриевич Горбаконенко. Вот эти маленькие книги это просто вот ему низкий поклон за то, что они выходили. Ну и сейчас мы продолжаем дружить с техническим университетом в издательстве «Венец» выходят все мои нынешние книги. Тиражи, к сожалению, стремительно падают, если вот эти книги изданы тысячным тиражом, то вот недавняя книга о крупном партийном работнике Александре Семеновиче Золотове вышла тиражом 50 экземпляров. Да. Ее профинансировал сын Александра Семеновича, московский профессор, пенсионер. Ну вот ему низкий поклон, но за наш регион как-то опять обидно, потому что таких людей надо помнить, надо увековечивать. Кстати, после того, как вышла книга о Скачилове, назвали улицу Скачилова, мемориальную доску повесили на доме, заметили, вспомнили. да, да, Это тогда Сергей Иванович Морозов как-то встрепенулся, и была очень хорошая презентация, приезжала дочь Скачилова, внучка Скачилова, и вот во главе с Морозовым, губернатором, собрались Аксакалы, еще те люди, которых вот уже сейчас нет. Руководители области тех лет, и, ну, вспомнили Анатолия Андреяновича Скачилова, повспоминали. Кстати, я тут список как-то недавно составлял около 40 человек, тех, кого я записал в свое время, вот, из руководства области, из каких-то таких вот заметных личностей, просто вот за эти годы они ушли. Да, вы успели. Их уже не спросишь. Вы успели, да. А сейчас над чем вы работаете? Сейчас, ну, как у меня сложилось, сразу несколько книг в работе, где-то 3-4 книжки в работе, и каждый год примерно выходит одна книжка. Вот с такой скоростью работы. Получилось так, что 41 год я в Ульяновске, и 41 книга интересная, хотя вы уже вышли. А 42-я, вот подписана в печать, выйдет, я думаю, вот через месяц. Давайте вот тогда про нее. Вот, а сейчас, вот к 80-летию Ульяновской области, я сейчас в архиве работаю, новейшей истории, ведущим архивистом, мы сейчас там готовим большую энциклопедию замечательных Ульяновцев, золотой фонд Ульяновской области. Примерно 300 фамилий людей, которые оставили значительный след в истории области с 43-го по 2000-й год. Кончаем мы 20-м веком. 21-й век, пускай кто-нибудь другой описывает уже. И вот примерно 600 человек управления, управленцы, промышленность, строительство, сельское хозяйство, культура, образование. Вот по этим разделам 600 человек. Каждому человеку книга будет вот такого формата, подарочный такой вариант. Будет посвящена одна страница. Фотография этого человека, основная его должность или заслуги какие-то такие максимальные, и биография, и какие-то воспоминания о нем. Вот получается примерно 600 человек, 600 страниц. вот такое вот издание готовится тоже. Мне кажется, это очень важно. Даже вот люди, сам список этих людей по разделам с большим интересом сейчас листают. То есть, сам список уже интересен. А уж когда о каждом человеке еще будет краткая его биография, то это будет для пожилых людей это будет опять же повод вспомнить и поностальжировать и сказать, что вот я этого знал, я этого знал, и вот какие люди, какие дела делали. Для молодежи вот эта вот история, ведь это краткая биография на одну страничку, это история успеха человека. Вот 300, 600 человек, 600 истории успеха будет. как правило, это люди там родились в каких-то глухих деревнях и становились потом известными на всю страну, часто даже людьми. Вот, я думаю, что эта книга будет очень нужной, востребованной и надеюсь, что на нее найдутся деньги. Да, надеюсь, что она попадет в каждую школу. нигде она будет очень нужна. это было бы правильно, конечно. Знать историю своего края это очень важно, конечно. А еще, какие книги вы сказали, что несколько книг на несколько. Сейчас я работаю с Юрием Вячеславовичем Полянского, президентом, основателем Ульяновского госуниверситета. Он долго решался на этот шаг, но вот сейчас, когда он уже вошел в очень солидный возраст, он принял решение, что да, наконец-то ему надо готовить мемуары. И вот мы с ним встречаемся, я его записываю, у меня уже около 25 часов записи его воспоминаний. Я надеюсь, что эта книга будет очень интересна самому широкому кругу, потому что Улгу это стал таким действительно коренным вузом нашего края. Уже сейчас современной политической, экономической элита это все выпускники. Улгу. Да, вот такая вот интересная работа. Но еще у меня, как говорится, в чернильнице, в диктофоне еще несколько книг. Ну вот, например, история села Сухой Корсун. Там же вот мои друзья. Мы туда к ним часто ездили. И вот я захотел написать историю маленького села глазами и воспоминаниями его жителей. Вот очень много уже записей. Книга практически готова, но вот нет времени сейчас. село очень интересное. Гончарное производство было известно на всю страну. на всю, да? Конечно, есть о чем поговорить. жители там действительно интересные. Ну и, конечно, вот это вот, этот проект, он прервался из-за нехватки финансирования. Но, я думаю, это как раз главное дело моей жизни. И хотелось бы довести его до логического завершения. Вышло 4 тома, задумано 10-12 томов. Материал по каждому году собран в таком количестве, что я бы при том, чтобы мне создали нормальные условия, мог бы по одному тому в год выдавать уже. То есть, у вас информация есть? Да, да, да. Можно сказать, там на 60-70 процентов уже собраны вот эти вот годы до от 74-го к 43-ему году. Вот. И, я думаю, конечно, это был бы наверное, уникальный во всей России проект. Да, мне кажется, нет. Потому что в 2007 году я победил во всероссийском конкурсе краеведческой литературе. Тогда же был Сигурд Оттович Шмидт, главный краевед страны. И он с большой теплотой отзывался о моих книгах, а члены жюри вообще сказали, ну, вы делаете какое-то уникальное дело, и мы теперь вас из своего поля зрения не выпустим. Но все эти программы были свернуты, федеральное агентство по печати было ликвидировано. исчезло. Да. И остается вот теперь рассчитывать на понимание внутри региона. Я надеюсь, вы найдете это понимание с нашим руководством. Я тоже надеюсь. Желаю вам успехов и до новых встреч. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...